Обнародованный газетой Вашингтон постсубботний телефонный разговор произвел в американской политической жизни эффект разорвавшейся бомбы. Из него следует, что Дональд Трамп оказывал давление на секретаря штата Джорджия, республиканца Бреда Рафенспергера. Президент США требовал, чтобы в Джорджии, где он потерпел поражение, были пересмотрены результаты и найдены неучтенные, по его словам, голоса, что изменило бы результаты прошедших выборов главы государства. Итак, смотри, все, что я хочу сделать, это следующее. Я просто хочу найти 11 780 голосов, поскольку мы выиграли в этом штате, говорит Трамп. Народ Джорджии рассержен, все люди в стране рассержены и нет ничего плохого в том, чтобы сказать, ну знаете ли, что вы пересчитали. В воскресенье в своем твиттере Трамп написал о том, что разговаривал с Рафенспергером, но тот не захотел или не смог отвечать на вопросы о мошенничестве с бюллетенями. Рафенспергер на это ответил, что слова президента не соответствуют действительности. Дональд Трамп не желает признавать свое поражение на выборах и продолжает утверждать, что результаты были сфальсифицированы. 12 сенаторов-республиканцев собираются оспорить итоги голосования выборщиков 6 января, когда их будет утверждать Конгресс, если избирком не проведет экстренную проверку результатов. Во время процедуры утверждения в Сенате будет председательствовать вице-президент США Майк Пенс. Он собирается поддержать однопартийцев, решивших оспорить результаты президентских выборов.